Всем привет! Сегодня хочу снять такое экспериментальное видео болтологического характера. Буду краситься с вами и болтать. Сейчас я абсолютно без макияжа. И хочу напомнить вам, чтобы вы участвовали в школе блогеров от Иисус, чтобы вы выполняли задание. Помимо того, что вы можете прославиться, вы еще и можете выиграть множество призов. Вы должны выложить видео на сайт школы, потом это видео к себе на стену в социальную сеть, просить друзей, чтобы они делали репосты к себе на стену. Чем больше репостов, тем больше баллов. И потом вы эти баллы можете обменивать на призы. И самый активный участник, кто наберет больше всех баллов, получит сам телефон Иисус Занфон Зум. Вот, так что поторопитесь, количество призов ограничено. Сейчас я собираюсь на встречу со своей сестрой. Как вы знаете, я нахожусь сейчас в Украине, и вы меня видите абсолютно без макияжа. Вот, и начну я с оформления бровей. У меня татуаж бровей, у меня проблемные брови. Я уже тысячу раз говорила, и уже, пожалуйста, не пишите, что у меня ужасные брови. Я и так знаю. Я пока научилась оформлять их по-новому, поэтому я их оформляю, и не хочу никакого хирургического вмешательства. Мне все устраивает. Жду, пока татуаж мой исчезнет. Потом хочу сделать, может быть, 6D. Это, знаете, вот эти волосинки. Хотя меня отговорили, сказали, что у меня широкие поры, и может все вот так расплыться. Не знали. В общем, пока я умею оформлять, а я оформляю брови. Сначала я их припудриваю. Знаете, для того, чтобы не было вот этого эффекта блестящих бровей. Терпеть не могу. Просто в начале, да, всего я припудриваю свои брови. Повторяю, что это такое чисто экспериментальное видео. Если понравится, ставьте лайки, если нет, то ставьте дизлайки, наверное, да. Вот, и сейчас буду использовать любимейшую тушь от Кейт, которую я купила в Японии. Она специальная для бровей, и она очень клево закрашивает волоски в коричневый цвет. Понимаете, у меня мои волоски, они черные, они как мои волосы. И для того, чтобы как-то они слились с моим татуажем, я их закрашиваю в коричневый цвет. И эта тушь просто прекрасно справляется с этой задачей. Я их немного вот так зачесываю наверх. И даже невидимые волоски, они тоже прокрашиваются. И создаётся такой эффект бровей. Эффект. Вот. Как бы, вот эта бровь у меня вообще отлично. Она покрыта волосами, и волосы на ней густые, длинные, и правильная форма. А вот с этой, с правой, у меня проблемки. Вот. Как бы, вот так я делаю. Сначала тушью. Затем у меня есть подводка. Я купила коричневую подводку от Кейт. У неё мега тонкая кисть. И подводка, она, знаете, не жирная, а она высыхает. Очень классно. И не блестит. Прокрашиваю волоски этой подводкой. И рисую новые. Стараюсь часто и тонко. Я обожаю бьюти-блендер. И просто он офигенно наносит тональную основу на лицо. 150 раз круче, чем всевозможные новые вот эти гаджеты и причиндалы. Поэтому буду советовать всё-таки бьюти-блендер. Ресницы я нарастила. Да, вы можете заметить. Она растила здесь сиренницы у девочки. Я очень понравилась, как она делает. Она делает аккуратно очень. И сами ресницы классные. Я так заметила, что с моими они не попадают. Что немаловажно. Когда ты снимаешь видео и когда ты постоянно в кадре, ресницы спасают, конечно. Последнее время я стараюсь особо сильный макияж не делать. Я просто выравниваю тон и делаю коррекцию. Как бы делаю брови. И иногда я могу нарисовать себе стрелочки. И всё. Сейчас я всё зафиксирую. Сегодня Вова останется с Сарой. Ну, на самом деле, я её сейчас уложу спать в 9 вечера в начале 10-го. И пойду спокойненько на улицу. А Вова будет дома. Вот. Поэтому ему будет несложно вообще с ней сидеть никак. И в последнее время я, наверное, только нос свой корректирую. Его немного вот так сужаю и всё. Сужаю и укорачиваю. Я люблю свой нос, девчонки, если честно. Потому что он, если бы без макияжа, он... Ну, вы заметили, какой он. Немножечко. Совсем немножко. Я просто скулы подчеркну немного. Сразу же этой кистью широкой нанесу. Нанесу. У меня такая вот есть палетка классная. Я её распробовала. И мне очень нравятся эти средства. Ну, конечно, они мне больше подходят по дневной макияж. Это Hourglass. Хайлайтер и корректор здесь. И на днях мне доставили посылочку с сухими шампунями. Здесь проблемы. В Виннице, по крайней мере, в городе Виннице нет сухих шампуней. Никаких. Вот в магазинах. У нас хотя бы есть Сиос, там, ещё какие-то, да. А здесь вообще никаких нет. А я люблю сухой шампунь, потому что, ну, бывает, да, экстренная ситуация. И вот на днях мне доставили посылочку с моего любимого сайта. Я у них постоянно заказываю сухой шампунь от Батиста. Ещё заказала там помаду. Одну, вы видели такую зелёную, да, экстремальную? Я вам сейчас покажу, принесу. Заказала себе вот такие четыре шампуня от фирмы Батиста. Они обалденные. Я особенно люблю XX Volume. Это для объёма. Объём потрясающий. Простой шампунь Original с обычным запахом. А это такие более фруктовые. И вот такие три матовые помады Lime Crime. Очень красивые. Ну, этот цвет, он просто, знаете, под фотосессию, под какой-либо образ. Или, ну, это уж если вам действительно нравятся вот такие оттенки, то да. Ну, в общем, у них такие вот экстремальные есть цвета. Я решила попробовать. Мятно-зелёный. Ну, классный цвет. И вот такие два очень красивых летних цвета. Не слишком ярко и не слишком ровно. Потом я сделаю более ровный макияж. Сейчас пока так. И верхний, и другие мотелки. Ого, класс. Как я люблю. Нижнее поли, а верхнее фламинго. Какой лидер? Ну, я, может, даже так оставлю. Вот моя сестра Юля, мы уже с ней знакомы, увидели с нас. Мы, наконец, выбрались вдвоём, наедине поболтать. И просто встретиться, потому что мы всё время с кем-нибудь, либо с моим мужем, либо с родственниками. Даже не ощущаем, что я приехала. Либо Юля с парнем. В общем, и мы очень рады. Короче, я сделала макияж всё-таки вот такой. И решила вот таким светом оформить свои губы. Какой макияж, да, в таких цветах. У меня немного после Львова страдает лексикон мой. До сих пор не могу сойти в себя. Мы, в общем, сидим на гранатовом саду. Я всегда... Сад сад или браслет? Нет, сад. Сад, сутокий сад. Ну, из как сюда он шла. Мы заказали кальян. Будем сейчас курить кальянчик. Вот. Юля вообще пчёлка после работы. Встречается со мной, а в 5 утра едет в Киев на машине. Как студентка. Как студенческие годы. Мне всё по плечу. В общем, у нас такая нормальная разница в возрасте. Мы неощутимы, да. Мы всё детство были вместе. Большую часть времени. Может, мне такой горшин, но очень ярко, очень ярко, да. Я провела часть детства в Украине, и всё время была рядом Юлечка. Поэтому у нас, наверное, такие близкие, тёплые отношения сохранились. Такие, будто мы родные и сёстры, хотя бы двоюродные. У нас нет вообще этих границ. Да, двоюродные и не твоё. Мне даже кажется, что хожу, что мы двоюродные и не такой. Родные, мы, наверное, с тобой не так общались. Почему? Не знаю, но тебе кажется. Мне хочется так сказать. В общем, такие дела. Короче, увидимся попозже.